ВОЙАДЖЕР Космос буквально пронизан звуками. От каждой планеты исходят волны и вибрации. Некоторые небесные тела издают грохот или скрежет. Звук других похож на музыку тибетских поющих чаш. О некоторых на голоса китов и дельфинов. Возможно, планеты разумны и общаются между собой. Ведь неспроста таинственный гул на нашей планете фиксировали в последние годы очевидцы по всему миру. Может быть, Земля пытается нам что-то сказать. Согласно Библии, вначале было слово, при помощи которого Бог творил нашу Вселенную. Древние индейцы верили, что мироздание было рождено из первоначального звука Ом. А современные ученые все чаще убеждаются, что пространство Вселенной имеет волновую структуру. Звук является одним из видов энергии, которая окружает нас. Мы практически ничего не знаем об этой энергии. Возможно, есть цивилизации, которые используют силу звука и вовсю применяют акустические технологии. Например, для того, чтобы совершать космические путешествия. Встречи людей с таинственными неземными объектами происходят настолько часто, что уже стали обыденностью. Писатель и исследователь аномальных явлений Юрий Чернышев решил собрать свидетельства очевидцев, которые сталкивались с НЛО. Особенно его поразило событие, произошедшее в Красноводске. Рассказ был один очень интересный. О появлении неопознанного летающего объекта, так и скажем. Он был действительно такой в районе военно-морской базы, которая находится в городе. За этим объектом даже погнались катера военные. Ну, скорость была несравнимая. Он ушел в сторону косы, отделяющей море от залива. И там исчез. Юрий Чернышев утверждает, разновидностей НЛО, посещающих Землю, сотни. Кроме знакомых тарелок и сигарообразных, встречаются и весьма причудливые формы летающих объектов. Один из таких аппаратов писатель зафиксировал во время поездки в Саратов. Юлу напоминает, можете сами посмотреть на эту фотографию и убедиться, что это юла полупрозрачная, с багровыми ядрами внутри, двумя ядрами, вращаясь, очевидно. И из сопла, ну, опять же, это условно, типа сопла, которое обращено вниз к Земле, вырывается какой-то дымно-паровой след. Вот как выхлоп из автомобиля. А само сопло раскалено до солнечного света. Скорее всего, способ передвижения НЛО основан на ультразвуке. И благодаря акустической левитации корабли пришельцев способны невероятно маневрировать. На одной из записей радаров можно увидеть, как НЛО движется со скоростью 210 км в час. То есть сравнительно медленно. А затем внезапно, со скоростью втрое выше скорости звука. Причем резким поворотом на 90 градусов. Это типичное движение, выполнить которое современные самолеты просто не в состоянии. НЛО использует акустические волны так же, как мы используем ракетные двигатели. Летательный аппарат генерирует вокруг себя ультразвук. Его волны создают тягу. Также ультразвук помогает создать вокруг НЛО особую силовую капсулу, которая раздвигает вокруг себя пространство. Капсула сужается впереди корабля и как бы засасывает туда летательный аппарат. Пространство сзади корабля, наоборот, расширяется, толкая летательный аппарат вперед, что позволяет ему передвигаться очень быстро. Капсула не имеет жесткого контура, обеспечивающего трение. Корабль с равным успехом может перемещаться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, так и под водой. В одном случае он окружен капсулой из воздуха, во втором капсулой из воды. При этом капсула выполняет роль тарана. Формально даже нет ограничения на передвижение в твердых породах, как это фантастически не звучит. Таинственные круги на полях – еще один феномен, который люди связывают с НЛО. Исследователи уверены, такие знаки могут оставить только пришельцы. Ведь земным технологиям не под силу создания подобных масштабных рисунков. Они возникают всего за одну ночь, при этом имеют идеально ровную окружность, будто кто-то начертил их гигантским циркулем. А колосья внутри круга примяты и сильно закручены, но не сломаны. Пшеница вдруг укладывается кругами, причем в одном направлении, за некоторым исключением. И эти выволы образуют круговые и кольцевые структуры, связанные как по какому-то закону друг с другом, то есть рисунок. Да еще змейка и опоясаны, да еще какие-то дополнительные рядом структуры появляются. Ученые считают, что круги на полях неопознанным летающим объектом помогают рисовать инфразвуковые волны. Они заметили сходство рисунков на полях с фигурами, которые открыл немецкий физик Эрнст Хладни. Еще в 18 веке он обнаружил, что под воздействием звука песок, лежащий на упругой пластинке, начинает выстраиваться в точные геометрические рисунки. Таким образом, звук можно не только услышать, но и увидеть. Возможно, что рисунки на полях всего лишь след от двигателя корабля пришельцев, летающего при помощи акустических волн. Звуковая левитация — это способ преодолеть земное притяжение, считают ученые. Существует версия, что египетские пирамиды и другие древние мегалитические сооружения были построены при помощи акустической левитации. Механизм следующий. Между источником звука и отражателем возникает стоячая волна. Стоячие волны создают постоянное направленное вверх давление. При определенной амплитуде колебаний давление устраняет действие гравитации на помещенный в волну объект. Так можно поднять в воздух практически любой предмет. Все зависит лишь от мощности и частоты звука. Ученые пока научились поднимать в воздух лишь маленькие объекты. Поэтому остается вопрос, как египтяне умудрялись поднимать в воздух 70-тонные блоки пирамиды Хеопса? Современная наука не способна делать то, что было сделано древними египтянами. Но в том, что большие по весу объекты перемещались с помощью либо акустической левитации, либо с помощью иного некого способа, о котором мы имеем слабое представление, в этом никакой мистики нет. Здесь есть точный расчет, точные знания. То есть те, кто этим занимался, они знали, что делали конкретно, и умели это делать. Интересно и то, что сами пирамиды, по мнению ученых, являлись огромными рупорными антеннами. А мегалитические сооружения, которые наши предки строили в разных точках земного шара, ничто иное, как приемники, которые получали информацию от генераторов инфразвука. Пирамид Гизы. У каждого вида этого взаимодействия есть некие свойства, на которые можно ориентироваться. Я пытался понять, эти свойства приложимы к пирамидам или нет. И методом исключения пришел к тому, что в данном случае пирамиды Гизы оперировали с акустической волной. Человек не способен услышать инфразвук, но может его почувствовать. Частота инфразвука составляет от 2 до 20 Гц. Внутренние органы человека имеют колебания в этом же диапазоне. Когда частоты совпадают, происходит резонанс. При достаточно длительном воздействии в организме начинают разрываться капилляры и сосуды. И буквально взрываются внутренние органы. Во время Первой и Второй мировых войн этим объяснялась гибель людей в совершенно неповрежденных бомбоубежищах. Железобетонная защита выдерживала попадание бомбы, но акустическая волна от удара снаряда оказывалась смертельной. Существует целый ряд частот. Некоторые частоты опасны для человека. Некоторые из этих частот ведут к нарушениям работы сердца. Некоторые частоты, резонирующие, например, с кишечником, ведут к растворству желудка. Некоторые частоты, резонирующие с частотой мозга, ведут к нарушениям работы мозга, к возникновению необъяснимой паники. Инфразвук с частотой 7 Гц резонирует с альфа-ритмом природных колебаний мозга. Звук малой интенсивности вызывает головные боли, тошноту и звон в ушах, ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности может вызвать даже паралич и слепоту. Мощный инфразвук способен остановить сердце. Американцы проводили эксперимент с ротокамерой. Сажали добровольца, который мог нажать на кнопку, чтобы прекратили, и его забрали оттуда. И разного рода низкие частоты давали ему в уши. И действительно, после какого-то времени человек начинал кричать, сходить с ума, поддаваться необоснованному чувству страха, панике, совершать необдуманные поступки. Сверхнизкие частоты используют в психотронном и нейрозвуковом оружии. С помощью инфразвуковых генераторов создают излучение, способное внедрять информацию в мозг. Появляется скачок давления. И если данная биологическая структура хоть сколько-нибудь может напоминать резонатор, то этот скачок давления приводит к возникновению быстро или медленно затухающих колебаний. Если это происходит при облучении головы человека, то вот этот феномен возникновения у него слухового образа и его восприятия в своё время был назван радиозвуком. Учёными было обнаружено, что сверхвысокочастотное излучение усиливает эффект инфразвуковых волн. А его воздействие на мозг человека было открыто совершенно случайно. Когда на одном из аэродромов заканчивала смену, они проходили постоянно каким-то маршрутом. И в какой-то, видимо, день они прошли по другому маршруту и оказались в зоне действия излучения вот этой самой сканирующей антенны радара. У всех без исключения возникло, они потом делились этими впечатлениями, возникло ощущение звука где-то внутри, в голове. Или же у некоторых это ощущение было как будто извне приходящее, но рядом с головой. В январе 2008 года в одной из провинций Японии вспыхнула неизвестная эпидемия. Люди жаловались на головные боли, дрожание рук, бессонницу и необъяснимую тревогу и панику. Медики уже готовились начать борьбу с новым вирусом. Но обнаружилось, что причиной таинственной болезни стали обычные ветряные станции. Ученые выяснили, что всему виной были инфразвуковые волны, которые генерировались огромными лопастями ветряков. Великий Томас Эдисон верил, что души умерших способны общаться с живыми и на определенных частотах передавать сообщения из потустороннего мира. Американский изобретатель пытался создать устройство, которое бы позволило человеку наладить контакт и записывать послания предков. Существует предположение, что призраки могут вклиниваться в эфир случайным образом, и их можно услышать, если настроить радио на так называемый белый шум, часть диапазона которого является ультра- и инфразвуком. Некоторые ученые полагают, что инфразвук вызывает странные видения, которые люди называют призраками. Но, возможно, жители параллельных миров притягиваются на голос инфразвука. И при помощи акустических волн можно открыть коридор в другое измерение. Участники группы Тули-Лина не понаслышке знают о том, как жить вместе с Полтергейстом. Они долго выбирали квартиру и, наконец-то, нашли. Центр Санкт-Петербурга, мансардный этаж, вид на крыши – идеальное жилище для рок-группы. Но в первую же ночь новоиспеченные арендаторы обнаружили, что здесь гостям явно не рады. Сначала мы приехали в квартиру, были воодушевлены, там, кайфовали, все было тихо. Ну, как тихо? Мы были не тихими, но вокруг все было тихо. Но потом на какую-то там, уже не помню какую ночь, начали замечать, а первонаперво ночью рухнула полка в ванной. Причем это было так резко, и все подскочили, испугались. Затем в мансарде начали вылетать стекла. Музыканты не раз заколачивали окна, но Полтергейст снова и снова показывал, кто настоящий хозяин в этом доме. Активность таинственного существа возрастала после репетиций группы. Странности происходили именно после каких-то репетиций, после того, что мы там что-то наигрывали, да, струны только что, новые натянутые струны лопались. Полтергейст продолжал беспокоить новых жильцов. Среди ночи в квартире раздавался громкий стук, разбивались стеклянные предметы, а вещи каждое утро оказывались разбросанными. Сущность всячески показывала музыкантам. Им следует убраться из проклятой квартиры, пока не поздно. Ну вот мне кажется, что он здесь существовал, и мы какую-то его гармонию нарушили, пришли, вторглись на его территорию, тут начали жить, шуметь, играть, петь. И да, ему, наверное, это не очень понравилось. Большинство участников группы уже готовы были срочно искать себе новое жилье. Но солистка Ева придумала, как задобрить сущность из потустороннего мира. Ева пришла в голову идея подарить полтергейсту пластмассовую гитарку. Мы, собственно, естественно, посреди дня, потому что она очень стрёмно заходить на мансарду, принесли, повесили ему гитарку. С этого дня полтергейст перестал беспокоить рок-группу. Им, наконец-то, удалось сойтись в музыкальных вкусах с потусторонним хозяином их квартиры. Инфразвук воздействует не только на психику и тело человека. При помощи акустической волны можно разрушать преграды и даже создавать землетрясения. Удивительно, что человечество знало подобные технологии ещё с древнейших времён. Одна из главных богинь индуизма, Дурга, имела в своём арсенале 18 видов оружия. Её излюбленным предметом была раковина Шангха, которая издавала звук, сокрушающий всё сущее. И другие индейские боги Вишну, Лакшми, Варуна, Ситхидатри часто изображались с таинственной раковиной. Подобное оружие было использовано одним из главных героев Махабхараты, Арджаной, на поле боя. Он тунул в подаренную ему небожителями раковину Девадату. Звук от неё заполнил собой весь небосвод и породил эхо. Такое сильное, что на поверхности океана всплыли сотни тысяч мёртвых рыб. В Махабхарате упоминается самахана, производившая страшный звук. По свидетельствам летописцев Александра Македонского, именно это оружие заставило многочисленную армию полководца отказаться от завоевания Индии. Войско Александра было поражено страшной силой индийской самаханы, от которой кони падали на колени, а люди испытывали ужасную панику. Возможно, что эти древние цивилизации находились на более высокой ступени развития, чем наша цивилизация, поскольку, согласно вот этим описаниям, мы видим, что технология древних была просто изумительной. Известно, что палестинский город Иерихон был разрушен еврейскими племенами в конце второго тысячелетия до нашей эры при помощи специальных труб. Армия под предводительством Иисуса Навина семь раз обошла стены города в сопровождении священнослужителей, дующих в трубы. Библейские тексты описывают это событие так. И вострубили в трубы. Народ восклицал громким голосом. И от этого обрушилась стена до основания, и войско вошло в город. Это действительно были некие устройства, это некие трубы, которые издавали звук на частоте, приводившей к разрушению стен. Это действительно так оно и было. Популярным героем русских сказок являлся Соловей-разбойник. Своё имя он получил благодаря мощному свисту, валящему с ног людей, животных и даже деревья. Возможно, древний сказочный герой использовал некий инструмент, генерирующий ультразвук. Если вы посмотрите русскую литературу, русскую народную литературу, то всегда можно Соловьяна-разбойника вспомнить, который свистом целое войско мог сдуть. Гениальный изобретатель Никола Тесла во время экспериментов со звуком заставил вибрировать целый дом, в котором находилась его лаборатория. В окнах осыпались стекла, мебель ходила ходуном. Городские службы зафиксировали этот случай как землетрясение. Тесла отметил, что эти последствия вызвала мощная инфразвуковая волна, порождённая его установкой. По словам сербского гения, если сделать приборы более мощными, то они были бы способны расколоть даже землю. Учёные заметили, за несколько часов до катаклизма животные и птицы ведут себя тревожно. Звери буквально слышат надвигающуюся беду. Инфра- и ультразвуковые волны, порождаемые движением тектонических плит, мощным торнадо или волной цунами, заставляют животных убегать как можно дальше. Да, вызывать панику, вызывать просто неприятные состояния, неприятные ощущения, когда хочется быстрее покинуть это место. Животные же реагируют на инфразвук. То есть животные, например, могут предсказать какие-то явления, связанные с природными катаклизмами. Тревожные состояния, чувство страха и паники у людей в так называемых аномальных зонах учёные также связывают с акустическими воздействиями. Зима 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова совершает поход по северу Свердловской области. В планах восхождение на североуральские горы. Однако их мечты не сбылись. В ночь с 1 на 2 февраля все члены группы погибают при таинственных обстоятельствах. Расследование показало, что-то страшное заставило туристов покинуть место ночлега, оставив все вещи. Группа Дятлова была жутко напугана и в панике убегала прочь от стоянки, несмотря на сильный мороз, навстречу смерти. Что заставило группу одновременно и в такой спешке покинуть палатку практически без одежды, без обуви и без снаряжения. Существует версия, что именно инфразвук стал причиной гибели легендарной группы Дятлова. Исследователи установили, что гора Холодчахль, рядом с которой остановились дятловцы, получила своё название «Гора мертвецов» неспроста. Сильные ветры, дующие через перевал при определенных обстоятельствах, преобразуются в инфразвуковой аэродинамический шум, который, видимо, и обратил группу в паническое бегство. Подобные феномены встречаются не только на суше, но и на воде. Океанологам известен так называемый голос океана, способный вызвать необъяснимую панику и даже остановку сердца. Именно благодаря этому феномену родились древние мифы о сиренах, которые топили корабли и сводили с ума моряков. В океане довольно часто обнаруживали суда без экипажа. То есть судно как бы вполне исправное, там, не знаю, на камбузе варится обед, всё в порядке, ничего не горит, не тонет, а народу нет вообще. Вот отсюда возникла легенда летучим голландцам. Инфразвук может стать ключом к разгадке тайны Бермудского треугольника. Когда ветер проносится над гребнями волн, возникают низкочастотные колебания. Даже сравнительно небольшой шторм порождает инфразвуки мощностью в 90 киловатт. При этом скорость такой волны 1200 километров в час. Ощутить воздействие голоса океана человек может даже далеко от зоны шторма. Недаром в этой аномальной зоне обнаруживали дрейфующие корабли без экипажа или с обезумевшими членами команды. Хотя некоторые учёные не верят в естественное происхождение инфразвука в Бермудском треугольнике. 1997 год. Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США делают сенсационное заявление. Гидрофоны ведомства уловили очень громкий низкочастотный гул в глубинах Тихого океана. Учёные предположили, что его могло издавать морское животное. Но громкость звука была настолько велика, что существо, его издавшее, должно быть гигантских размеров. Так кто же посылает эти сигналы со дна океана? Исследователи считают, что источником этих странных звуков может быть подводная база инопланетян. Возможно, именно эти таинственные жители Бермудского треугольника и являются причиной исчезновения самолётов, кораблей и людей. Есть какие-то теории экзогенного влияния каких-то непонятных электромагнитных полей вплоть до летающих тарелочек, каких-то с посещением инопланетянами. Не знаю, насколько это достоверно. Но всё, конечно, может быть. Игра ветра в скалистой местности, в пещерах или низинах может породить опасные для человека частоты ультразвука. Гору Бен Макдуи, вторую по высоте гору Шотландии, альпинисты называют Горой Ужаса. Её высота достигает 1300 метров. Поэтому у любителей горных восхождений считается почётным покорение Бен Макдуи. Однако альпинисты поднимаются на эту вершину с опаской. Всему виной странное чувство ничем не обоснованного страха, которое появлялось наверху Бен Макдуи. Альпинисты по возвращению с вершины рассказывали, что на горе их охватывала необъяснимая паника. Они чувствовали сильную головную боль и желание бежать без оглядки. Учёные считают, что причиной этому может быть инфразвук, который образовывается при движении ветра на гребнях Шотландской горы. Подобные зоны существуют во многих точках земного шара. Проживание там опасно. Дело в том, что ультразвук своими колебаниями нарушает собственную акустическую информацию молекулы ДНК. Она сама по себе звучит, молекула ДНК. В этот звук вмешиваются помехи, шум в виде ультразвука. Плюс к этому ещё и рвёт молекула ДНК ультразвука. Даже вода в подобных гиблых местах опасна для здоровья. При помощи звукового воздействия можно наделять воду определёнными качествами. Именно её описывали наши предки в рассказах о живой и мёртвой воде. Известно, что воздействие разных звуковых частот может отклонять движение водяной струи самым причудливым образом. А под воздействием классической музыки, мантр и молитв микрокристаллы воды приобретают ровную и красивую структуру. Звуки тяжёлого рока или ругательств делают структуру кристаллов ломаной и неоднородной. Значит, воду можно заговорить, можно сделать её проклятой. Вода способна приобретать структуру ДНК, РНК, белков и даже вирусов. Это соответствует работам Алюка Монтенье, которого обвинили... Он лауреат Нобелевской премии за открытие вируса СПИДа. Его обвинили во всех смертных грехах, когда он перенёс информацию с ДНК на воду. И вода стала ДНК-подобной. И на ней синтезировалась реальная ДНК. Так вот, Алюк Монтенье утверждает, что можно ввести информацию о вирусах в воду. То есть вода станет вирусоподобной и будет вызывать соответствующее заболевание. При помощи специальных акустических установок можно воздействовать непосредственно на генетическую структуру всего живого на Земле. Определённые звуковые комбинации способны изменить структуру клеток, излечить болезни. Такая лингвистико-волновая генетика обладает гигантскими перспективами. То есть она может останавливать старение, может возвращать человека в более молодое состояние. То, чем мы сейчас занимаемся. Может лечить неизлечимые болезни. Но у данных технологий есть и обратная сторона. Таким же образом можно и негативно воздействовать на клетки живых организмов. Например, вызвать мутацию генов или попросту уничтожить целый вид. Всё человечество будет воздействовать на любые этнические группы, на русских, на евреев, на казахов, на коров, на тараканов, на бактерии, на вирусы, на что хотите. Потому что ты бьёшь по центральной информационной фигуре, по хромосомам. Если ты знаешь языки, на которых написаны генетические тексты, если ты умеешь синтезировать голограммы из молекул ДНК, то ты можешь управлять живым миром, как хочешь. Американцы и англичане уже давно используют акустическое оружие для разгона толпы и в военных действиях. Звуковые ружья применяются особыми подразделениями спецслужб. Инфразвуковые установки способны ввести бойца в состояние паники и заставить покинуть поле боя. Если такие приборы существуют для собак, антилай, например, собака начинает лаять, и на неё происходит воздействие, которое человеку не слышно, а для собаки это неприятно. Если такое воздействие происходит на грызунов, то я предполагаю, что на человека тоже имеет возможность воздействовать таким образом. Однако специалисты утверждают, что для акустического воздействия на человека совершенно не нужны сложные технологии. Достаточно обыкновенного голоса. Даже просто меняя тембр, можно влиять на эмоциональное состояние. Если, например, голос становится тише, фразы становятся более длительными, громкость начинает падать, то волей или неволей человек начинает погружаться в состояние печали. Если я начинаю говорить очень резкие, активные фразы, причём на взлёте интонации, то это начинает вызывать у человека эмоцию тревожности. Соответственно, через некоторое время, если человек находится в тревожности, он переходит в страх. Если он долгое время находится в печали, он может перейти в такое депрессивное состояние. Профессор психологии Вашингтонского университета Элизабет Лофтус доказала, что в процессе разговора можно даже перекроить память человека. Если испытуемого очень искренне с применением особых интонаций попросить вспомнить о событии, которое с ним на самом деле не происходило, то в 25% случаях его мозг воспринимает наши вводные данные как воспоминания. Мы проводили с каждым испытуемым по три интервью, используя внушение. В результате около четверти испытуемых поддались нашему влиянию и начали вспоминать детали этого абсолютно вымышленного случая. Элизабет называет такой феномен ложными воспоминаниями. Профессор уверена, мы поддаемся такому влиянию практически каждый день. При помощи голоса можно не только повлиять на память, но и полностью подчинить сознание человека. Если я начинаю замедлять скорость речи, то волей-неволей процессы восприятия тоже начинают замедляться, а это переход в такое полусонное состояние, то есть, по сути дела, трансовое состояние. Гипнотизирующие приемы были неотъемлемой частью древнейших религиозных церемоний. Искусством гипноза владели многие жрецы Египта, Вавилона, Греции, индийские йоги и сибирские шаманы. У загипнотизированного человека выключаются отделы коры головного мозга, отвечающие за мышления, и ему можно внушить что угодно. Например, желание отдать гипнотизеру свои сбережения или стать последователем религиозной секты. Расследования показали, что большинство террористов-смертников в обучающих лагерях непрерывно находились под воздействием гипноза. 4 мая 2010 года. Голландия, Амстердам. Тысячи людей собрались на городской площади, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны. Объявлена минута молчания. Неожиданно тишину прерывает громкий крик. В считанные секунды толпу на площади охватывает паника. Люди сметают металлические заграждения, начинается давка. Пострадавшие исчисляются десятками, а многие не могут отойти от пережитого шока. Впоследствии выяснилось, что на самом деле участникам событий ничего не угрожало. И весь город обратил в панику лишь один мужчина, решивший крикнуть. Но какое же воздействие может оказать крик нескольких тысяч? Об этом эффекте хорошо знали полководцы. Историки не раз описывали, как войска своим криком обращали противника в бегство, даже не начиная бой. Перед тем, как воин шел в бой, нужно было еще полчаса поорать. Причем сначала поднять себя и свой боевой дух, а вторую половину этого процесса еще и подискредитировать войска противника, для того, чтобы психологически зарядиться, для того, чтобы получить импульс энергии. Восточные воины придавали боевому крику большое значение. Считалось, что крик способен призвать богов на поле боя и помочь победить врага. По сути, воинственные крики являлись магическими заклинаниями. Начинают произносить один и тот же воинский клич или какую-то мантру, они увеличивают общий уровень групповой энергии. А это очень-очень-очень важно. Поэтому войско, которое изначально себя психологически подготовило, разогнало, в том числе при помощи боевого клича, крика, мантры, называйте, как вам удобно, оно имеет гораздо больше шансов при прочих равных одержать победу. Именно поэтому в арсенал армии вошли горны и волынки. Протяжный звук этих инструментов заглушал крики противника и препятствовал воздействию на психику войска. Боевой крик также был необходим, чтобы объединить войско в одно целое, в огромную разрушительную силу. В Тибете и в Японии техника боевого крика была усовершенствована и считалась вершиной военного мастерства. Обладание искусством ки-ай, как древние японцы называли голосовую технику, повышало силу воина. Древние легенды описывают, как при помощи определенных тональностей и вибраций голоса древние самураи побеждали противника, ни разу не взмахнув катаной. В Китае воинов обучали магическим практикам сяо, особым заклинанием, имитировавшим звуки бури, грома, крики диких птиц. Согласно легендам, мастера сяо могли не только парализовать противника своим криком, но и вызывать и прекращать дождь, разгонять облака и приманивать диких птиц. В современных боевых искусствах крик также считается необходимым элементом. Скорость удара – это еще и мобилизация психики. Концентрированным резким криком можно мобилизовать свою психику. Для бойца этого это очень-очень-очень важно – поднять концентрацию, поднять внимание, поднять уровень адреналина. Но не только последователи карате и тейквондо используют крик для победы над противником. Мария Шарапова считается самой громкой теннисисткой в мире. Громкость ее крика во время удара ракеткой по мячу составляет 105 децибел, что почти равняется шуму двигателя реактивного самолета. Даже некоторые футболисты, когда бьют по мячу, они кричат, особенно когда они не исполняют штрафное или пенальти, они так или иначе издают какой-то звук такой своеобразный. То же самое, тот же принцип, что и с единоборствами. Необычная сила крика присуща не только людям. Ученые до сих пор борются над разгадкой криков дельфинов. Эти существа могут производить низкочастотные звуки ниже 20 килогерц, а также высокочастотные шумы более 150 килогерц, выходящие далеко за рамки диапазона слуха людей. Их словарный запас достигает 14 тысяч звуковых сигналов. У дельфинов шесть уровней организации звуков, как и у человека. Звук, слог, слово, фраза, абзац и контекст. Однако, в отличие от нашей речи, язык дельфинов – это больше, чем звуковые вибрации. Исследователь из Флориды Джек Кассевиц уже не первый год занимается расшифровкой уникального языка дельфинов. Он утверждает, эти млекопитающие не просто издают звуки, они рисуют ими. По сути, говорят и слышат картинками. Когда я говорю, что они общаются картинками, я имею в виду голографические трехмерные изображения. Они могут видеть глубину, во все стороны, как в 3D кинотеатре. Было обнаружено, что при помощи импульсов щелчков дельфины могут буквально сфотографировать приближающегося к ним хищника и передать это изображение другим членам стаи, предупреждая об опасности. Каждый звук, произносимый дельфинами, является голографической проекцией целого объекта. Эти образы ученые называют симоглифами. При помощи специального аппарата Джек Кассевиц смог получить изображение слов и даже предложений. Сейчас исследователь работает над составлением дельфиньево словаря. Наше последнее открытие, где мы использовали фонетический анализ, подводит нас очень близко к возможности наладить двухсторонний диалог между дельфинами и людьми. Мы уже не в годах от этого, а в месяцах. Кассевиц обнаружил, что дельфины тоже стараются освоить человеческий язык. Во время одного из исследований Джек записывал звуки дельфинов. Когда он прослушал записи, то сделал удивительное открытие. Мы обнаружили четыре гласных. A, E, O и U. По ним было видно, что это гласные. Он произносил их так же, как мы. Он не пытался составить слово, но я думаю, он пытался дать мне понять, что он понимает основу моего языка. Это прорыв. Мы очень заинтересованы опубликовать это в течение ближайшего месяца и объявить о первом контакте. Джек Кассевиц считает, что дельфины – разумная цивилизация. Интересно, что у них в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. Ученые отмечают, что дельфины не только имеют свой язык, но и обладают социальным сознанием. Одна из вещей, которые я готов сказать с уверенностью, у них есть социальная структура. У них есть целители, певцы. Так что я думаю, что их социальная структура такая же, как и наша. Они также являются мыслящими существами. Кассевиц уверен, что не за горами то время, когда человечество сможет общаться с дельфинами на равных. Но уже сейчас, можно сказать, диалог с дельфинами налажен. Еще в 60-х годах прошлого века советские ученые сделали из дельфинов настоящих военных разведчиков. Это поиск затонувшего оружия. Мины, торпеды, ракеты и так далее. И это совершенно реальное направление. С помощью дельфинов нам удалось обнаружить около 50 затонувших объектов. Эти объекты были обнаружены, настроплены и подняты. Кстати говоря, среди них были торпеды, которые находились под слоем ила. И водолазы их не видели. И гидроакустические средства тоже не видели. В 1975 году боевые отряды дельфинов стали нести штатное дежурство в Севастопольской бухте вместе с отрядом спецназа. Дельфин может засечь пловца в воде на расстоянии полукилометра. Поэтому эти морские животные были привлечены к поискам диверсантов. Можно научить дельфина, что он пойдет на контакт с этим диверсантом и его, так сказать, каким-то образом ранит или даже убьет. Кстати говоря, американцы так и делали во Вьетнаме. И там около 50, ну, как мы знаем эту ситуацию, около 50 боевых пловцов они уничтожили, которые хотели пронминировать американские корабли. То, что дельфины легко переговариваются даже на расстоянии 10 километров при помощи локации и трехмерных изображений, ученые знали давно. Но оказалось, что дельфины могут подключаться к информационной системе Вселенной и передавать информацию через космос. Мы в нашей лаборатории гидробионики задались с целью, каким образом ущучить то обстоятельство, что дельфин передает какую-то информацию телепатическим способом. Исследователи решили поставить эксперимент осуществить попытку телепатического контакта с дельфинами. Из Мурманска в Севастопольский дельфинарий был доставлен особый кристалл, принадлежащий древней северной цивилизации. По утверждению экстрасенсов, он усиливает мысленный посыл. В это же время на Кольском полуострове готовился принять сигнал оператор, человек, обладающий способностями к телепатии. Этот человек выходит к сооружениям древним, которые называются сейды. Это особым образом расположенные каменные глыбы. Вот он, этот человек, подходит к этим сейдам и начинает думать, принимает он что-нибудь или не принимает. Оказывается, принимает. Все, что он принимает, свои ощущения там и так далее, он записывает на магнитофон, который находится у него в кармане. И звонит нам сюда, из Мурманска, что какой-то сигнал идет. Было установлено, что информация от севастопольских дельфинов действительно приходит. Однако исследователям удалось расшифровать лишь обрывки фраз. Но при непосредственном контакте с дельфинами даже обычные люди без сверхспособностей могут почувствовать их влияние. Замечено, работники дельфинариев редко болеют. Исследователи считают, что дельфины могут оказывать лечебное воздействие при помощи особых звуков. Головная боль проходит, и давление регулируется. И вот то, что называется условно-биологическим полем, хотя тоже такого понятия нет, оно тоже нормализуется. Вибрация дала начало нашему мирозданию. В большинстве религий мира говорится о том, что Вселенная родилась из звука. Человек хранит в себе вибрирующую частичку изначального звука, бессмертную душу. Возможно, после перехода в иной мир она освобождается от рамок физического тела и снова начинает вибрировать в гармонии с планетами, звездными системами и галактиками. Редактор субтитров А.Семкин